Сегодня в администрации города состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Поводом стали противопожарные проверки, которые проводились надзорными органами ранее на объектах культуры, спорта и здравоохранения. Дарья Самородова расскажет подробнее. Противопожарные состояния объектов с массовым пребыванием людей надзорными органами проверяются в первую очередь. Пожарными инспектировались учреждения культуры, спорта, здравоохранения и образования. Так, например, в городской больнице было выявлено 13 нарушений. Это отсутствие системы оповещения в детской поликлинике, незащищенные автоматической пожарной сигнализации, хозяйственные помещения инфекционного и родильного отделений. Администрация здравоохранения города устранит в учреждении все неполадки до ноября. В том числе и руководителям всех присутствующих учреждений было дано проводить неплановые противопожарные инструктажи. Сейчас на Ямале введен особый противопожарный режим. Поэтому руководителям учреждений необходимо контролировать его исполнение. В частности, запрет сжигания сухой травы и мусора. Кроме того, была дана информация и о проверках наружного противопожарного водоснабжения. Особое внимание члены комиссии уделили состоянию внутридворовых проездов. Сотрудники пожарной охраны, скажем так, на местах рассказывали, чем это чревато, да, сужение за счет парковки автомобилей возле подъездов. И я думаю, что работа будет лишняя. Надо будет еще раз напомнить, что безопасность, она выше комфорта. Количество машин увеличилось многократно. Никого не удивляют огромные пробки и забитые машинами дворы жилых домов. Эта проблема выходит за рамки бытовых неудобств. Коммунальная техника не имеет возможности работать в узких проездах, а для пожарных создает препятствия для быстрого развертывания. К комиссии было принято решение провести выездные проверки с управляющими компаниями и найти пути решения для беспрепятственного въезда экстренных служб во дворы. Дарья Самородова, Евгений Садыков, программа «Время местное». Продолжение следует...